Хочу начать наши новости с того, чтобы принести извинения нескольким людям. Конкретно Михаилу Владимировичу Мишустину, Сергею Сергеевичу Кравцову и Павлу Лукши. Значит, извинения эти связаны с тем, что я в своих выступлениях допускал хамские, совершенно неуважительные реплики в адрес этих людей, а также многих других, а Смолова тоже можно упомянуть, то есть наших, ну скажем так, как бы моих либо оппонентов, либо наших непосредственных начальников, и это, ну, наверное, действительно некрасиво, ну, профессор МФТИ, он должен быть человеком таким, как бы предельно вежливым, должен быть примером для подражания. Но вот, что я хочу отметить, что я прошу прощения за форму, но не за содержание своих высказываний в адрес этих уважаемых лиц. Ну, например, что касается, значит, Михаила Владимировича Мишустина. Я, вот этот документ, да, я его подверг критике в неподобающей форме. Стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности Минпрос. Зачитываю один абзац из раздела «Приоритеты, цели и задачи цифровой трансформации». Абзац звучит так. «Приоритеты, цели и задачи». «Формирование набора сервисов с возможностью получить образовательные сервисы посредством единой точки доступа к цифровым образовательным сервисам, направленным на повышение уровня цифровой культуры». Вот такой замечательный абзац. Не думайте, что он единственный такой здесь. Я всем рекомендую внимательно изучить эту стратегию. Я думаю, что документов настолько халтурно приготовленных наш премьер еще не подписывал. То есть, если Михаил Владимирович подписал это не глядя, а это наверняка так, у него, я думаю, по тысяче документов в день, то просто я призываю внимательно отнестись к тем вашим подчиненным, который вам подносит вот эти документы и позорит потом вас тем, что вам приходится их подписывать. Документ этот вообще, на самом деле, очень вредный, кроме всего прочего. Если, конечно, он не ляжет вот так вот в стол навсегда, то он окажется очень вредным, потому что, на самом деле, он дает направление на цифровизацию школы, что приводит фактически, на самом деле, ни к каким незнаниям, а просто к цифровому слабоумию школьников и полному падению интереса к учебному процессу. Это как бы мы уже сто раз уже обсуждали, и я возвращаться к этому не буду. Это приводит даже к недовольству родителей массовому, потому что эти все цифровые помощники, которые здесь обсуждаются, это не просто безобидно, это наносит совершенно четкий вред. Чем больше дистанта, тем больше раздражения родителей, тем больше вообще, ну, как бы, возмущения в обществе, и это я, как бы, обращаюсь просто к Владимиру Владимировичу в данный момент, не только к Михаилу Владимировичу, что и так уже, как бы, от того, что сделано со школой за 30 лет, страна, в общем, кипит, закипает. И давайте, как бы, мы займемся возвращением нормальной школы, а не этой всей ерундой. И по этому поводу, извинившись за свою резкость, я вызываю на диспут, на открытую дискуссию цифровизаторов, то есть лиц, которые неоднократно в средствах массовой информации, что называется, топили за цифровизацию образования, в том числе и насильственную, с корейшими темпами и так далее. Значит, так как у документов, которые мы критикуем, авторов никогда нет, они вот так вот просто чисто анонимны, тут не написано, кто их готовил, то мы вынуждены просто, ну, собрать фамилии, которые встречаются часто в интернетах, ну и, собственно, их огласить. Итак, вот я сейчас оглашу 10 фамилий людей, которых я зову на открытый диспутс. С моей стороны тоже может прийти до 10 человек, которые будут отстаивать идею, что экран учителя не заменит. А название диспута у нас будет именно такое, учитель или экран. Итак, я приглашаю господ Осмолова, Кузьминова, Лукшу, Щедровицкого, Семенова Алексея Львовича, Болотова, Фрумина, Грефа, Абанкину и Игоря Рималенко на диспут под эгидой Фистеха, на площадке Фистеха, нашего московского Фистеха. Дмитрий Викторович Ливанов готов предоставить эту площадку. Это очень будет звучать, что в нашем главном вузе пройдут вот такие вот прения, что называется, за судьбу школы. Вот, это наша первая новость сегодня на канал. Следующая новость состоит в том, что 26 января состоится лекция в Мультимедиа-арт-музее в Москве. Но, как говорили в одном мультике, я вам посылку принес, да? Но я вам ее не дам, потому что у вас документов нету. Так вот, значит, лекция, это полностью уже закрыта вся регистрация, и мне стыдно здесь людей приглашать. Мне даже написали, разрекламируйте по своим соцсетям. Я говорю, так регистрация же закрыта. Они, ой, блин, да, действительно закрыта. Ну, тогда не рекламируйте. Но я решил сделать так. Я лекцию объявлю, если кто-то будет проходить мимо случайно, да, и выяснится, что, например, очень многие не пришли, то, наверное, можно будет прийти вот так вот с кондачка. Может быть, я не обещаю, но это возможно. То есть я просто объявляю, что будет лекция по математике вокруг нас, вот здесь по ссылке. Ну, к сожалению, QR-код. В Москве все по QR-кодам у нас происходит, так что, ну, как-нибудь там себе обеспечьте QR-код тем или иным методом. Вот. И тогда приходите. И попробуйте попасть, да. Ну, а кто уже зарегистрировался, тех я всех жду. Дальше. Следующая новость стоит в том, что у нас 200 тысяч подписчиков следующую сотню покорили. При том, что мы, на самом деле, не стремимся к тому, чтобы вот они обязательно там так быстро добавлялись, да, новые наши слушатели. Но, как бы, мы делаем все, чтобы развивать канал, и слушатели постепенно к нам подсядеваются. Вот. И на юбилей наш 200-тысячный мы пригласили, мы опубликовали шикарнейшее интервью с Пашей Фахардиновым. От одного солнца миллион теней, от одного ветра миллион листьев, на миллион детей всего один гений, на одного гения один выстрел. Ну, мне кажется, что все вообще, ну, все в русском мире, в русскоязычном мире должны это посмотреть. Поэтому, друзья, давайте посмотрим, вот здесь по ссылке, ну, на этом же канале, вот у нас интервью с Пашкой. Вот. Дальше. Следующая новость стоит в том, что вышел видос, ролик, называется «Прокачал математика». Это некий новый проект людей из RTVI. Тоже вот по ссылке. Он новый, они его на какой-то новый канал залили. Короче, там тоже очень мало, очень мало просмотров, при том, что я посмотрел на одном дыхании. Это я не хвалю себя, я хвалю ребят, которые это засняли и обработали. Это очень круто. Поэтому смотрите все, он не длинный. Смотрите все, распространяйте везде информацию о нем. Все супер, слушай, тогда удачи тебе. Спасибо. Потому что нам на смену должны приходить новые люди, которые въезжают на пенсию, когда-то уйду. Правильно? Дальше. Интервью на православном Чикаго. Да-да-да, Чикаго тоже православный. Вот. Но там разговор про, ну, про разные вещи разговоры. В общем, я приглашаю всех посмотреть. Так, вот это исходное интервью для День ТВ Игорю Шнуренко, которое я дал, с которого начались вопросы о том, имею ли я право хамить. Я признаю, что не имею права хамить. Тем не менее, интервью я-то я хочу, чтобы все посмотрели, потому что там пилится ножовочкой. Ну, как бы там задеты основные ключевые вопросы вокруг судьбы сегодняшней нашей многострадальной школы, массовой школы России. Вот. Поэтому я его, как бы, рекомендую, несмотря на то, что теперь я, ну, там, вынужден, да, извиняться за резкости и менять, постепенно все-таки менять тон своих суждений. Так. Остановить насильственную цифровизацию. Подписать здесь. На РОИ есть инициатива. Дело в том, что по всей стране, значит, насаждают вот эту вот цифровую образовательную систему, я уже много раз говорил. Не надо ничего насаждать. Учитель, конечно, может использовать интернет-ресурсы тогда, когда он считает это нужным. Но не надо его заставлять это делать. И давайте уже немножко остынем от этого цифрового запоя, в котором мы находимся. У нас все, все больше и больше туда идет средств, наших эмоций, всего на свете, все, цифра, цифра, цифра. Нам общаться-то вживую. Когда, да? Когда-то мы протрезвеем и выясним, что мы вообще сидим у разбитого корыта. Вот. Так что, конечно, я призываю всех подписать эту инициативу. Вот. Так. Ну и последняя новость состоит в том, что вышел эфир на Крымском радио. Вот буквально вчера, 18 января. Приглашаю всех посмотреть. Вышло очень прикольно. И картиночки там, и какие-то фотографии, даже некоторые из них, я просто не помню, даже где сняты с моим участием. Там как бы видеодорожки нету, есть только звуковая, но есть фотографии из разных моментов там, моих лекций и так далее. Вот. Вот такие вот новости января. Ну а так продолжаем вас радовать различными записями, коллабами, просто объясняющими роликами, олимпиадными задачами. Оставайтесь с нами. Всем маткульт. Привет! Привет! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова